Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, секретарь политико-юридической комиссии Китая, а также министр общественной безопасности КНР Гошинькунь обсудили проблематику цветных революций и планы сотрудничества в антитеррористическом направлении. Что стоит за российско-китайскими консультациями и эффективно ли противостоит этой угрозе Китай? Своим экспертным мнением с накануни ТВ поделился эксперт по информационной безопасности, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем, полковник запаса Александр Жилин. Что имеется в виду? Имеется в виду провоцирование мятежа. Вот Украина классический вариант мятежа войны. Есть ли у Китая преимущество в этой борьбе? Китай можно раскачать, как и любую другую страну, уверен эксперт. Но преимущество безусловно есть. Китай сохранил идеологию. Да, у них происходит трансформация, но происходит она с умом, поэтому общество более устойчивое. Они не растоптали свою национальную идею. А это хороший щит в информационной войне, говорит Александр Жилин. Мы же при Ельцине получили запрет на идеологию и национальную идею. Таким образом превратились просто в некую территорию, которая живет непонятно зачем и неизвестно, что ее ждет в будущем. Получится ли перенять что-то от Китая или значение нашей дружбы с восточным соседом сильно преувеличено? Сближение России с Китаем, это безусловно процесс позитивный. Просто нам нужно понимать, мы в силу своей ментальности сразу начинаем рвать на себе тельняшку и просто клясться в верности и дружбе на века. Не надо это делать. Китай всегда исходит из собственных интересов. И мы точно так же должны исходить из собственных интересов. И очень хорошо, когда эти интересы совпадают. Но никак не иначе. Поэтому на данный момент мы видим, что не только в области цветных революций, но и в области военной безопасности. Есть договоренности между Россией и Китаем. Мы будем проводить в Японском море совместные учения с китайцами. Все это хорошо. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Субтитры создавал DimaTorzok